Мир вам, Игнат Тихонович! Я не вижу вас, Георгий. Вот так. Вот сейчас видно? Сейчас видно. Игнат Тихонович, я вот звоню по важному вопросу. У меня такая проблема. Я вчера разговаривал с Игорем Владимировичем Добуновым по поводу приезда в Потеряевку. И вот такое дело случилось, что нужно же благословение родителей на это, чтобы родители благословили. Ну, как бы были не против. Ну, конечно. А он, Игорь Владимирович, он никакого отношения не имеет к деревне. Его слова никакого значения не имеет. А у меня просто родители против полностью. Они будут препятствовать. Они прям, не то что, если даже разговаривать с кем-то, с путеводителем, с кем я буду, они будут с ними разговаривать. Там вообще они в милицию могут заявить. Они все что угодно могут сказать. Что они в милиции скажут? Что? Что-то взяли у них, обманули или что? Ну, они могут сказать, что, допустим, я уеду в Потеряевку, они скажут, меня похитили, меня там украли, меня заставили. Ну, сказали, сказали. Дальше-то что? Ты же живой. Даже если они там сообщат в местное отделение, и они приедут, ты скажешь, я взрослый человек, я с собой распоряжаюсь, куда приехать. Все. Они тебе ничего не могут сделать. То нужно, чтобы родители были не против. Ну, конечно. Они будут против, они будут препятствовать мне. Они могут мне мешать. То есть даже с вами разговаривать они не смогут. Ну, сам решай. У меня такого не было никогда, чтобы родители мне стояли на пути. Даже они, если что-то не принимают, они никогда не полезут здесь. Потому что я самостоятельный человек. Я у вас хочу вот разрешение спросить. А вот если они... Вот мне 18 уже через неделю. Если вот они будут против, я могу приехать? Можете. Можете. А они вам препятствий не будут. Кто отца и мать больше меня любит, Господь говорит, то не достоин меня. Это написано в Евангелии. Да, я знаю. Мало того, написано возненавидеть. Если они препятствуют, ты возненавидеть должен. Не просто так. А возненавидеть это в моем случае? А, конечно, твое. Они на пути стоят. К твоему спасению они себя выставляют. Для тебя они никакого значения уже не имеют. Все. Я вот вчера приуныл с Сыдором Владимировичем. Сегодня нашел священника, который меня может крестить. Но я, наверное, в Потеряевку поеду все-таки. Ну, ладно. Потом созвонимся. То есть я могу приехать в любом случае? Даже если они против? Конечно. А вы это сможете сказать, если что? Если братья как-то засомневаются? А кому говорить? Ну, нет. А Игорь Владимирович, он же никак не относится к этому, да? Никак. Никак. Ни к нему не едете, а вы едете к нам. Нам, в деревню. И мы за вас ответственные. Все, я понял. А он в городе живет. Он никакого отношения не имеет. Он совет может дать. Как христианин. А он никак. Вот, допустим, он приехал до Барнаула, теперь отвезти. Он на машине своей может довезти. Но это надо тебе средства иметь. Как таксист. Я работу нашел, да, у меня проблем не будет. Ну, так. У меня зарплата хорошая. Ну, и вот все, копи. У тебя, ты купишь книги себе, повезешь. А у меня все есть, все ваши книги. Ну, поди, не все еще. А четырехтомник пропадью в стихах есть? Нет, у меня Новый Завет, трехтомник, и к истинному православию. О, это и все? Это и все. А книг-то 38 томов только прежде. А, ну, я обязательно закажу, конечно. И они к концу идут. Ты что, есть до копейки береги? Хорошо. Вот так. Сейчас начинают молиться. Сейчас молиться уже звонят. Все, все, давай, потом встретимся. Спасибо. Спасибо.